Добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию Алиги. Третий сезон, и у нас играют команды Newbie Miracle против Invictus Gaming. Newbie Miracle не блещет, говорю сразу, и я думаю, вы это в процессе еще увидите. Но, тем не менее, игра в любом случае будет интересной. Miracle сам по себе персонаж крайне интересный у нас в китайской доте, и вообще азиатской доте. Поэтому какой-то все-таки отпор команде Invictus Gaming должны дать. Ну, не дадут, посмотрим на избиение команды Newbie Miracle. А может вообще все будет не так, как я говорю. Всегда это интересно, когда это не так, как я говорю. Может быть, Newbie Miracle и накажут Invictus Gaming. Пока что Айджи идут практически без поражений. Все, кто встречали с Айджи в Айлиге, отправились ни с чем. Ну и данный матч, для тех, кто не в курсе, скажу. Проходит в формате Best of 2. Вообще все лиги, все, точнее, матчи группового этапа проходят в формате Best of 2. Фактически это два Best of 1s, объединенные в единый такой вот двойной матч. За каждую победу команды получают поинты, за поражение, соответственно, ничего. Просто, чтобы сэкономить время, наши, ваша, команды, да и вообще организаторов турнира. Ну давайте перейдем непосредственно к матчу. Там попозже немножко поговорим вообще о ситуации в турнире. Квапа, Лина, Спирит Брейкер и Джаггернау для команды Newbie Miracle и со стороны Invictus Gaming. Шторм Спирит, Леон, Никс Ассасин, Фантом Ланцер и Шейкер. Последним пиком для Айджи. Фантом Ланцер, скорее всего, отправится у нас в легкую фармить с Леоном, Шейкером, Никс Ассасин. Наверняка отправится в сложную. И Шторм Спирит на Мидлейм для Феррари. Деваться вообще некуда. Ну и со стороны команды Newbie Miracle. Есть подозрение, что Спирит Брейкер отправится в сложную. В соло Лина будет саппортить у нас Джаггер, Аквапамид, еще один саппорт нужен. Вот такой саппорт. Саппорт помощнее. Я думаю, что НС вряд ли у нас будет фармить. Колд Снэп забирает себе данного героя. Так, Спирит Брейкер, Джаггер. Ну, Миракл, скорее всего, должен играть у нас на Джаггере. ГК играет у нас на Квин оф Пейн. 5-4-0-0 на Лине. Дальше играет на Спирит Брейкере. Ну и Джаггер для Миракла должен отходить. Инвиктус Гейминг пока своих героев не забрали. Как бы не повылетали у нас Айджи. Смешно будет за этим наблюдать. Вообще, кстати, часто в китайской доте случается подобное. Отваливаются игроки, пересоздаются катки. И все это тратит кучу времени, перезаходов, нервов и всего-всего. Ну что, Айджи никого так и не взяли. Джаггер по-прежнему... Да, Джаггер разобрал себе Миракл. Феррари забирает себе Шторм Спирита. Все в порядке с командой Айджи. Отлегло. Переходим. К матчу Леон у нас будет от Стэндина Че. И остальные все со стороны команды Айджи на месте. Фейт забирает себе Шейкера. Кси отправляется в сложную на Никс Ассасине. Леон для Чи. И Шторм Спирит у нас для Феррари. Ну и последний пик Бернинг. Кого там в керри забрали? Выскочил из головы Фантом Лансер. Да, Фантом Лансер у нас для Бернинга. Скорее всего на легкую линию. Пэлла в принципе можно куда угодно засунуть. Но по данному пику исключительно в сложной видится мне Никс Ассасин в соло. Поэтому скорее всего Никс пойдет на топ лейн. И Нис будет спокойненько выфармливаться Бернингом. А дальше посмотрим, что от команды Ньюби М останется. По пику, по расстановкам лайнов. В принципе ничего тут феноменального происходить по факту не должно. Вот поэтому я думаю, что все будет напрямую зависеть у нас от скилла, от реализации персонажей на своих линиях. Поэтому будем смотреть. Ну, понятное дело, что IG посильнее по составу по своему. IG вообще в своей группе идут на третьем месте. Две игры сыграли, две победы за ними. Они не на первом только, потому что сыграли меньше матчей, чем Юхоум. И Вичи Гейминг Потеншал. Вичи Гейминг три игры, две победы. У Юхоумов четыре игры, две победы, одна ничья. Вот поэтому немного отстают. А у IG 100% показатель побед, два матча, две победы. У Ньюби два матча, одна ничья, одно поражение. Так что Инвиктус Гейминг безусловные фавориты. Да и по ставкам, по букмекерам, я думаю, вы тоже наблюдали, где что и как. Как вообще букмекеры у нас оценивают шансы команды Ньюби Меракл. Вообще в азиатском дивизионе в данном команды не самые именитые. Юхоум и Айджи, да, это очень вроде как известные коллективы. Хотя и Юхоум тоже не блещет у нас особенно. Но тем не менее, Юхоум и Айджи наиболее известные коллективы. И не считая еще CDS Гейминг. А дальше Улдбойс, Ньюби М, Брейвхард. Короче говоря, всего по чуть-чуть намазано. Ну и со стороны группы Б у нас там самые серьезные. Это, конечно же, Ньюби, которые тоже пока что не блещут. Одна игра, точнее две игры. Одна победа, одна ничья у них. Третье место. Команда Тонг-фу на пятой позиции. Два матча. Одна выиграна, одна проиграна. Ну и Дикей. Дикей в печали в полнейшей. Две игры сыграно, два поражения. Ну группа Б будет потом, когда группа Б будет играть. Сейчас у нас группа А и IG против команды Ньюби М. Пожелаем удачи командам и перейдем непосредственно к данной катке. На данный момент по пику мы уже разобрались. Давайте теперь по расстановке лайнер. Ну скорее всего Меркл отправится у нас на Джаггернауте. Формить легкую, колд снэп. Судя по закупу здесь в роли саппортов. Ну такой некий ромящий саппорт. На мид лейна отправится к вопам. Уже 8 GK у нас. Ну талисман приобрел. Два танга чужих. Готовится выход в боттл скорее всего. Лина безусловный саппорт по запаку. Ну потенциал конечно в лейд есть. Но потенциал потенциалом. Если дадут. Если Лина у нас до 31-35 минуты доживет. Какой-нибудь артефакт соберет, то хорошо. Тут уже все будет зависеть исключительно от Лины самой и от ее тиммейтов. Ну и Спирит Брейкер отправляется на Сложную. Против него уже здесь стоит Леон, Фантом Лансер от Бернинга и скорее всего Фейд. На Шейкере останется. Феррари отправится в мид лейн на Шторм Спирити. И Кси на Сложной. На Никс Ассасине мы это уже видели. Какая задача у команды IG? Надо чтоб Кси выформил 6-й левел. Вообще от ультов много чего зависит. Кси должен выформить 6-й левел. Шторм Спирит должен добраться у нас до 6-го. Скорее всего раньше всех. Ну и Шейкеру будет не лишним собрать здесь. Набрать себе 6-й левел и с Эхослемом творить чудеса. Фантом Лансер от левела по сути независим. Левел он в любом случае будет получать. А с левелом и прирост статы чудовищный. Вы знаете, что у Пэлла самый большой прирост по ловкости. 4-2 если не ошибаюсь. Если конечно его не резали, но по-моему последняя инфа, которая у меня была, которую я владел, это то, что у Пэлла максимальный вообще во всей доте прирост ловкости. Плюс имбовый абсолютно Доппельгангер, который превратили в нечто антидотовое. То, что вообще все законы доты нарушает. Примерно как агоним на Кентавре. В последнем обновлении. Поэтому у АДЖ, конечно, шансов очень много. Ровненькие саппорты. Со всем необходимым. Станов 3 штуки. 3, точнее, герои даже, которые могут дать станы. Дизейблы тоже имеются. И Леон тебе, пожалуйста. И Тотем от Шейкера. И Эхослем. И всего предостаточно. Замедление, врывы, возможность эскейпа, возможность подойти в инвизи. Короче говоря, АДЖ укомплектованы на любой абсолютно... Вообще, по любому раскладу данного матча. Куда бы игра их ни завела, они, в принципе, имеют план действий. Со стороны команды Нью Би Эм очень много зависит, я считаю, от Найт Сталкера. Пойдет ли Найт Сталкер по линиям издеваться над командой АДЖ, по одному вырезать саппортов. От этого зависит практически львиная доля успеха команды Нью Би Миракл. Если у Найт Сталкера получится вместе, пожалуй, с Линой организовывать ранние фраги, и команда Нью Би Эм хоть какую-то фору получит, то тогда да, тогда мы можем говорить о равном противостоянии. Пока что, конечно, АДЖ по пику кажутся мне сильнее. По расстановке лайна все, в принципе, абсолютно стандартно. Квапа в миде против Шторм Спирита. Нет никаких новинок здесь, никакого новшества. Два НТВК друг против друга. Спирит Брейкер тоже, в принципе, от левела сильно зависим. Если дадут Спириту набрать хотя бы второй-третий левел, можем посмотреть на это все. Ну что, у нас в Чи врывается Спирит. Просто, видимо, отпугнуть. Ну и Леон вообще его не боится. По спине настреляли у нас в итоге Спириту. Половину ХП сбили. И это какой-то один несчастный саппорт Леон. На мидлейне Квапа тоже проседает по хеллспойнтам. Феррари, безусловно, сильнее, чем 8GK по скеллу по своему. Потому что это Феррари, я думаю, не надо никому объяснять, кто такой Феррари 430. Что он выигрывал, где он участвовал. Ну и что у нас? Первый фраг. Первый фраг на топ-лейне. Никса Сассина развалили. А у нас есть Варик посмотреть. Давайте смотреть. Остановили у нас Кси. Удачно. В принципе, Лайт Стрекера Элина зарядила. Ну и все. И в итоге забирают у нас Никса Сассина. Первый фраг для команды Ньюби Эм. Уже хорошо. Тут есть смысл топить за команду Ньюби Эм на самом деле. Потому что IG свое возьмут. А Ньюби Эм без поддержки, без помощи вообще фанатской. Да и не только фанатской. Просто какой-то вообще... Какого-то болельщицкого саппортинга, мне кажется, сами не справятся. Понятно, что все это так. Это все фикция. Фиолетово абсолютно команде Ньюби Эм. За кого я топлю. За кого вы топите. Но если вдруг это где-то как-то помогает, то лучше бы топить за Ньюби Эм. Ну что. Врываются у нас спирит брейкера. Внизу спирита развалили. 1-1. Становится счет. Еще и ПЛ забирает этот фраг. На топ-лейне там не керри забрал фраг. Фраг забрал у нас 5-4-0-0 на линии. А со стороны команды IG именно Фантом Лансер забирает первый фраг. И посмотрим, что там по фарму. Ньюби Эм пока что по фарму неплохо смотрелись. В плюсе были. Сейчас все свое преимущество после данного фрага от Бернинга потеряли. Вышли в ноль. А по экспириенсу IG впереди на 400. По крипстату. На первом месте у нас Джаггернаут. Шторма, кстати. Шторма у нас там подъедает. Это все крипы. На первом месте Джаггер. У него 21 на 5. Феррари. На втором месте 19 на 3. Ну и Бернинг тоже близко. 19 на 12 у Бернинга. Бернинг не подпускает спиритбрейкера крипам. Это раз. Не дает их убивать. Это два. И ровненько держит линию. Если бы не эти отводы. Которые, кстати, подлянку здесь чей организовал. Хотя, с другой стороны, пока на фрифарме Бернинг можно и так поступить. Но то, что Бернинг по ХП здесь просядет, в принципе, не самая страшная потеря. Пока нет спиритбрейкера. Пока Бернинг у нас на фрифарме. Угрозы никакой для него. Что, готовится выход на мидлейн. Фейт уже здесь. Видят здесь Квин оф Пейт. Ну и побежали за Фейтом. Разгон у нас от спиритбрейкера. Сразу же. 8 ДжК на хайграунд. Ну здесь Шадоу Страйк. Фейт. И куда ему вообще деваться. Еще один. Даже без ударов. Обошлись. 2-1. В итоге Нью БМ. Выходят вперед. Вот здесь есть инвиз. Можно продолжить давление. Кси пока нет 6-го левела. Можно над Кси поиздеваться немножко. Ну и в итоге Квапа забирает себе инвиз. И просто отправляется на мидлейн. Шторм Спирит далековато у нас отправился. Феррари занимается фармом в лесу. Квапа продолжает фармить мидлейн. Ну Феррари чуть-чуть получше дела по левелу. Но Квапа если останется у нас на линии. А Шторм продолжит себе ерундой заниматься в лесу. То Квапа рано или поздно Шторма у нас обгонит. Все-таки на линии никуда отходить не надо. Крипы прут на тебя. Просто фарми. Еще и если фрифарм, то вообще великолепно. Пока у Шторма Буллайтнинг 6-й левел уже имеется. У Квапы Соник Вейвап еще нет. Ну совсем немножко осталось. С этой пачки в принципе все уже будет. У Спирита. Третий левел по крипам. Обратите внимание на этот ужас. 2-0 Крип стат. Ну и одна смерть еще. К тому же для Спирит Брейкера кое-как хотя бы ассист насуетил. Вот. Поэтому Спирит Брейкер конечно здесь в печали полнейший. Ну он больше зависим от левела. Если будет левел, будут убийства. Или хотя бы ассисты какие-то в файтах. Если будут ассисты, будут деньги. Будут деньги, будут артефакты. Будут артефакты, будет больше убийств. В любом случае пока что Спириту главный не умер. Ну что, на колдснепа у нас выход. Фессура в него. Феррари подсловил у нас колдснепа. И очень быстро забирает у нас саппорта команды Нью Биэм. Найт Сталкер дается еще и во вражеском лесу. На кой пес он здесь был непонятно. Но это его личное дело. По итогу файта забрали 300 голды АДЖ у нас Найт Сталкера. И поимели чуть-чуть опыта. Ну Нью Биэм теряет все преимущество, которое было по золоту. По экспириенсу тысячу с копейками уже в пользу Инвиктус Гейминг. Ждем появления артефактов каких-то важных. Например, Сайленс на Квапе или Сайленс на Шторм Спирите. Седьмая минута пока что не пахнет ни одним, ни другим артефактом. У Квапы уже в Курьере летит ПТ. У Шторма тоже есть ПТ. По Найт Ворсу давайте посмотрим, как там дела. У Квапы получше дела. По Найт Ворсу 3 с копейками для Квинов Пейн и 2 750 для Шторм Спирита. Феррари вроде на лане... А, и Феррари у нас... Секунду. Чтобы у нас Феррари под Шадоу Страйком не ходил. Да, так вот, Феррари переместился в лес. Мидлейн отдает для получения экспириенса и фарма Леону. Тут же и Фейт уже хоть как-то погреться вообще в лучах Экспы Леона. Ну, стандартная практика. Если может герой фармить лес, иди в лес. Пусть нормальные ребята фармят центральную линию. Колд снэп у нас ловит фиссуру. Подкоп пошел у нас от Кси. Колд снэпа развалили. Будет ли дальше Квапа бежать? Есть хоста, но не решается. Квинов Пейн у нас бежать за командой ЭДЖИ. Да и, наверное, не по шансу было против троих-четверых драться. У Леона есть подкоп, есть Хекс. Поэтому есть хоста, нет хосты у Квинов Пейна. Это абсолютно фиолетово. Вортекс у Шторма, правда, не имеется. Но есть Булл Лайтнинг. Поэтому даже на хосте Квапу догнать не проблема. Обрывается на хэкграунд у нас 8GK. Фиссура от Шейкера, ну и то, о чем я говорю. Фиссура, стан, Хекс, до свидания, Квинов Пейн. 4-2. IG повели. Фантом Лансер дальше за колд снэпом. В это время у нас Спирит Брейкер разваливает Леона. Ну и, по-моему, зря он сюда влез. Кси промазывает у нас подкопом. Фантом Лансер дальше за Спирит Брейкером. Через 2 секунды будет чаржа в Даркнесс. Надо бежать уже как можно быстрее отсюда. Все, побежал Спирит. Ловить его нечем. Отправился на мидлейн. Все, Спирит в безопасности. В итоге этого файта потеряли Квинов Пейн. Ой, нет, не в безопасности. Куда ты от Феррари уйдешь? Феррари у нас разваливает Спирит Брейкера. И колд снэп решил еще подраться с Феррари. Но здесь есть помощь от мидера команды Ньюби. Соник Вейв есть у Квапы. Будет ли юзать? Сейчас узнаем. Надо юзать. Надо юзать. Квапа юзает. Соник Вейв минус Шторм Спирит. И Джаггернаут еще врывается у нас Кси. Кси заканчивается Карапаси. Виндеты нет. Точнее она есть, но нет маны. Еще один килл от Квинов Пейн. 5-5. Дабл килл от 8GK. Ну неплохо Квапу подняли по золоту. 712 по голде. В принципе за какой-то полуминутный файт. Таких денег Квапа на лайне не заработал. И очень хорошо, что IG решили здесь подфилить. По голде Ньюби Мираколу. На 750 впереди по экспириенсу примерно в ноль выходят. И динамика где-то в сторону команды Ньюби Эм. Возможно это какой-то шанс. У Шторма уже есть Стапов Визардри. Я думаю, что Феррари готовится у нас выйти в Еул. Квин оф Пейн в это время. 1200 на руках пока ничего не приобретала. Ну Сайленс будет не лишним. С учетом того, что есть Шторм Спирит в команде IG у Найт Сталкера. Ничего вообще интересного. Тапок 716 на руках. Стаут Шилд. У Спирит Брейкера Орпов Веном. И немного остается до рецепта на Урнов Шадоуз. Есть Тапок, есть Таут Шилд. Ну и Спирит Брейкер еще не имеет шестой. Но здесь вот уже вопрос двух секунд. Квапу в это время у нас разобрали на Мид Лейне. К Си через Вендетту. Зашел в спину Фиссура. Ну тут всем стадом вообще. За Квапой вышли. И не забрать ее шансов у команды IG просто-напросто не было. Погоня дальше за Колд Снэпа. Чи уже может подкапывать. Ну без подкопов. Finger of Death в спину. Шторм Спирит в итоге забирает этот фраг. 4-1 уже идет Феррари. Денег у него больше, чем у Квинов Пейн. Теперь на 200 голды. Ну и команда IG еще и Тауэр на Мид Лейне решила забрать. Недалеко у нас 5-4-0. Больше пока никого. И в четвером IG на Мид Лейне. Сама Лина здесь ничего сделать толком не сможет. Да и Раскаст фактически потрачен у нее. В никуда Драгон Слейв. Никто по ХП не просил. Даже Лагуной на дурака тут в принципе и не засветишь. Пошли иллюзии наваливать у нас по Лине. Неплохо в принципе отковыряли. Это при том, что Фантом Лансер практически голый. На дэмэдж тут ПТ-1 и Рейсбенд, который находится у нас внутри Ринг оф Аквилы. Фантом Лансер скорее всего будет собираться в барабаны. Бернинг любитель у нас поукрепляться и только в жесточайший лейт выйти в серьезные артефакты. Ну и деньги есть. В принципе почему бы нет. Итем командный, итем полезный. Я думаю, что все профессиональные коллективы прекрасно понимают, что лучшая дота это 5-мен дота. Поэтому если можно собирать артефакты для всех игроков, то это свои плоды принесет. Что там по Меке у команды Айджи? Так, Лина в это время у нас отдалась нейтралом. Хотя, нет, за ней никто не выходил. Лина просто отдалась нейтралом, чтобы не бегать пешком на базу. Так вот, по Меке давайте глянем у Айджи. Кто вообще на что у нас претендует. Так, ладно, потом Мека. Врыв у нас от Феррари на топ-лейн. Побежал в спиритбрейкер. За Кси. Бьется в Карапасе. Все, Карапасе закончились. Кси на лоу хп. Кси разобрали. Нью БМ 8-6. Джаггер забирает этот фраг. И очень хорошо для Миракла, что наконец-то он начал убивать. 1-0-2 уже есть для Джаггера КДА. Есть Масков Мэднес. Есть Фейсбуцы. Рингов Аквила. Джаггер, в общем-то, хорошая боевая единица. Фантом Ланцер. Тоже 9-й левел. Был 2-100 у него на руках. Ну что, развалили у нас в итоге Лину. Холдснэп прилетел поздновато немножко. Там в другой части карты Леон у нас погиб на мидлейне, как я понимаю. Доппергангер от Бёрнинга. Кого ловить? Бёрнинг! Какой скилловой Бёрнинг! Стоял на месте, увел иллюзию. И в кусты. Тэп-аут. Ой, да это же просто разводняк. Это подготовительная группа по доте. Не знаю. Какая-то младшая причем группа, околоясельная. Да, нормальный такой вообще уловка на дурака была. И получилось. Бёрнинг увел иллюзию. Сам стоял на лайне. Не двигался. А потом 2 шага влево, вправо. Точнее и тэп-аут. Интересно. Такое маленькое украшение данного матча. Ну что, Нью-Биэм по голде 500. По экспириенсу Нью-Биэм где-то 100. Вообще по артефактам давайте пробежимся. У Леона есть Транквилы. У Шейкера ничего. 620 на руках и тапок. Больше пока для Фейта ничего интересного. У Шторм Спирита. Так, Чарджер Даркнесс у нас провязался Фейта. Фейт, что ты здесь делал, бейб? Умирал, отвечает Фейт. Так и получилось. Никс Ассасин у нас 917 на руках. У Кси есть Брасер. Есть Бутс оф Спид. Больше тоже для Никса пока ничего. У Шторм Спирита уже готовый Ю. После этой пачки крипов 100%. Осталось Сейдж Маск просто насобирать. Ну и Пэлла. Есть уже барабаны для Бёрнинга. Есть Роб оф Зе Мэджи. Готовится выход в диффуза. Роб оф Зе Мэджи именно об этом и говорит. Спирит Брейкер понесся у нас в Бёрнинга. Это скорее всего понты, потому что на Бёрнинга нападать по себе дороже. Все-таки у Бёрнинга уже 10 левел. Врыв на колдснепа. Ульта пошла от Queen of Pain. По Бёрнингу не попадает. Бёрнинг ловит у нас Войт. Ну всем стадом вообще в Бёрнинга вгрызлись. Развалили в итоге Фантом Лансера. И никого в составе команды Нью БМ Айджи не забрали. Да и кому забирать? Здесь вообще Леон бежал так, что земля под ним горела. Оставил своего керри умирать. Так ему и надо. Так, давайте по команде Нью БМ. У Джаггера есть Ring of Hells. Джаггер у нас выходит, как я понимаю, в Battle Fury. Меркл будет фармить. Вообще до упора здесь, скорее всего. Есть, помимо этого, Mask of Madness. Фейсбуцы, Ring of Aquila. Ну и 1600 на руках. Лина проседает по Хелспоинтам на мидлейне. Ну тут Феррари без вопросов. Лину забирает. И Хаста ещё есть. У Шторма даже от Спирит Брейкера можно убегать. Ну что, подняли Спирита в ветра. Первая реализация Яула от Шторма. Правда, без фрагов. Но, тем не менее, себя засейвил. Так вот, у Джаггера Mask of Madness. Фейсбуцы, мы это всё видели. Ring of Hells для Миракла имеется. Есть ещё и 1600 на руках. У Спирит Брейкера. Уже готов Урн оф Шадоуз. Орп оф Венома. И ПТ. Погоня за Кси. Кси в инвиз. Спокойненько в Венедету. Ещё и отвечать сейчас сможет. Таура нет, поэтому в безопасности находится Кси. Просветку никто с собой не носит. Никому это неинтересно. Не тот уровень. У Найт Сталкера. Транквил бутсы у Найт Сталкера. Сидит где-то маленький артстайл. И слёзы текут по его щекам. Найт Сталкер с Транквил бутсами. Мурашки побежали. Квин оф Пейн. Два обливент стаффа. Осталось на рецепт нафармить. Не так-то много. Пауэр Трэдс. Боттл тоже для 8GK есть. Ну и Лина постепенно выходит в Юл. Войд Стоун. Сейдж Маск. Осталось стаффу Физдердри. Рецепт, короче говоря, полторы тысячи ещё для Лины. Где она их будет собирать, правда, не ясно. Но тем не менее, в Юл шансы выйти есть. По золоту практически в ноль. По экспе чуть менее тысячи выигрывает команда Ньюби. И неплохо Ньюби держится. У них, правда, против них играет Фантом Ланцер. Чем дальше, тем для них будет дела хуже, хуже и хуже. При том, что Бёрнинг-то у нас по фарму не останавливается. Вот. Но не стоит забывать, что и Джаггер есть в составе команды Ньюби. И Фантом Ланцер не всегда будет у нас вообще в многократных своих копиях. Не всегда Дуппельгангер успеет проюзать. Всё-таки Сайлентс где-то там от кого-то, от того же Найт Сталкера будет. Ну что, врыв у нас Джаггера. Джаггер в киксе. Вообще ничего в него не жалеют. Ульта от Леона. Развалили в итоге Джаггера. Эхо-снайм от Фейта на отступление. Ульта пошла от Спирит Брейкера. Разваливают Фейта. Один в один пока что файт. Соник Вейв от Квапы. Леон на лоу ХП, но ещё более на лоу ХП здесь Спирит Брейкер. Два в один уже файт. Куча Бёрнингов бьют Квапу, которая в принципе фиолетово. Всё, она отсюда валит. Файт в итоге заканчивается 2-1 в пользу команды IG. 12-10 становится счёт. Ну, забрали одного саппорта, потеряли оффлейнера и потеряли Джаггернаута, который у нас мейнкерри в составе команды Ньюбиэм. Конечно, это не в пользу Ньюбиэм. И по голоде видим. 760 для команды IG. По экспириенсу 2-200 IG насобирали в данном файте. Бёрнинг там уже становится очень неприятным, даже несмотря на отсутствие диффузов, которые в принципе очень скоро у него появятся. Но сейчас без диффузов был Бёрнинг и даже без Блейдов Алакрити. И тем не менее, Фантом Лансер непонятно, кто с ним должен воевать. Шейкер в составе команды IG. И команда Ньюбиэм теперь, наверное, понимает примерно, кого надо было пикнуть вместо той же Лины. И теперь вообще очень много вопросов, как ПЛ оконтрить, кем, чем, что с ним делать. Джаггер против ПЛа в соло бесполезен. Я думаю, вы понимаете. Если нет Сайленса у нас на Фантом Лансере, и если ПЛ не в КД имеет Доппельгангер, то проблем никаких. То есть и выйдется ульт Джаггернаута вообще с первого же прыжка. Дальше появится Монто Стайл, который позволит избавляться у нас от Джаггернаута даже при КДшном Доппельгангере. Джаггер, конечно, послабее будет, чем Фантом Лансер. А если ПЛ вгрызется у нас Джаггернаута, ну, прощай Джаггернаут. Это мое мнение, но, опять же, руководствуюсь я каким-никаким опытом профессиональных игр. Поэтому видно, что против ПЛа, перефармленного, еще и в руках таких солидных ребят, как IG, мало кто всплывает. Но будем надеяться на Миракл. Почему бы нет? Есть у него уже Ring of Health, Broad Sword, Клеймор есть. Осталось только до Void Stone насобирать. В принципе, немного. 650 и будет готов Battle Fury. До 20-й минуты все уже должно быть у Миракла. ПЛ уже с диффузами. И уже посмотрите, что здесь с 30-тератопсами творится. Стерли иллюзию на Сеншентов, и Бёрдинг тоже самое, в принципе, должен делать с командой Нью Биэм. Ну, опять же, неконтримых стратегий, неконтримых героев не существует. На то она и Дота, на то ее все любят. Балансы и имба все реже и реже появляется. Не считая, конечно, последнего апдейта, который вот-вот выйдет. Там, мне кажется, имба на имбе будет имбой погонять. Но пока что каких-то неконтримых супер-супер героев нет. Уже научились и против Троля играть, и против Снайпера. То есть, проигрывали у нас и Медузы, которые вроде бы вообще супер-эмбовы, и на 60-й минуте ей ничего, слова вообще не скажешь. Нет, все это вполне контрима, и можно справиться. Поэтому и с Фантом Ланцером. Если что, если надо будет, если руки у Нью Биэм будут крайне ровными, то и Ланцера законтрят без вопросов. Опять же, есть Сала от Найт Сталкера. Ходи, раздавай, пока Манта Стайл не появится у Пэйла. А если все время его гнобить, то Манта Стайл может и не скоро появиться. Баттл Фьюри для Джаггернаута. Прилетает, есть. Баттл Фьюри, Мом, Фейсбуцы, демеджа куча. 97 плюс 28, то есть 200 почти с руки у Джаггера, плюс криты. 2Х. Ну что, врыв у нас пошел от Спирит Брейкера. Просто в ад запрыгнул Спирит Брейкер. Хотя Соник Вейв здесь от Квапу и очень удачно Finger of Death. 8GK, развалили Квапу, развалили Лину, развалили Спирит Брейкера. Куда ворвались, зачем, непонятно. Феррари здесь, правда, на лох ЭП, Феррари умирает. На последней вообще, на последней секунде Джаггер провязал у нас Омни Слэш. До сих пор не понял, для чего, если там Феррари был без маны и в любом случае умирал. Ну и Найт Сталкер в итоге у нас тоже погибает. 4 в 1 размен. Разумеется, в пользу команды IG. Одним Феррари здесь не отбить преимущество IG. Смотрим. 1400 по золоту. IG выигрывает по XP3800 против 2000 от команды Нью-Биэм. Несмотря даже на то, что Нью-Биэм сливаются, держатся пока еще молодцом. Бёрнинг в лес. 2200 у него. В принципе, на Яшу деньги уже есть. Яша или Ultimate Orb. Что там Бёрнинг соберется покупать. Хотя, вполне может быть. Если дают Бёрнингу фармить, сразу же мы увидим с вами Тараску. Так что... Нет, не увидим. Все, забудьте о Тараске. Все-таки появляется Яша на Фантом Ланцере. Добро дамага. Джаггер с ДДшкой. Можно пойти на Рошана? Хилингварта у Джаггера должен быть уже, да? Есть Хилингварт 2-го левела. 14-й уровень вообще для Джаггернаута. Смоук провязали Нью-Биэм. Подслушали. Пошли на Джаггер... На Рошана. Причем в соло зашел Джаггер. Вся команда IG во вражеском лесу проверять, где находятся их оппоненты. Бёрнинг заходит на хайграунд. Видит его спиритбрейкер. Доппельгангер через 2 секунды. Стан Бёрнинга прошел. Ульта Бёрнинга прошла. Стан под ноги. Лагуна Блейд. Бёрнинг. Давай, давай, домой. Все. Бёрнинг у нас отправляется в таверну. Команда IG просто как слепые котята в разные стороны. Убили большого дядьку. Маленькие ребята разбежались. Феррари пошел мстить крипам в лесу команды Нью-Биэм за смерть своего керри. Не знаю, какой практически в этом смысл есть, но нервы может себе Феррари и успокоить. 4000 по голде. Все-таки IG впереди. По экспириенсу 4.5 тоже для IG. Пэйла расковыряли, и значит можно его контрить. Ну вот он, Доппельгангер, который был в откате. Куда его изал Фатом Лансер, толком непонятно. Где-то на крипов, но это смешно, фармить крипов за счет Доппельгангера, если никого на карте из команды Нью-Биэм нет. Странный бёрнинг, очень странный бёрнинг. По золоту. Отыграли 2000 игроки команды Нью-Биэм. По экспириенсу 2.5 тоже Нью-Биэм отыгрывают. У Спиритбрейкера ПТ есть, у Урнов Шадоус есть, 1100 на руках у Джаггера. Баттл Фьюри, это мы все видели, есть еще и Яша для Миракла. Джаггер, скорее всего, отправится у нас, ну я думаю, что в Манта Стайл. Потому что Шторм Спирит неприятный, скорее всего, скоро Сайленс появится от Шторм Спирита. Вот, Найт Сталкер у нас собирается в Аганим. Уже есть Ставфа Физодри, есть Огр Клап на Колд Снэпе. У Квапы есть Сайленс. Огр Клап для, я думаю, что для БКБ, не для Аганима. И Лина у нас без Юла пока что. Без Юла и без намека на Юл. Войт Стоун и Сейдж Маск как были 5 минут назад, так и остаются. Куда побежал Спиритбрейкер? Спиритбрейкер просто немножко психанул. Вернулся назад. Холд Снэп за Шторм Спиритом. У нас ночь на дворе, но она вот-вот сейчас уже закончится. Кси уже с Даггером. Кси с Даггером, у него есть Тапфа Физодри, готовится в Форс Тапф выйти. Так, Джаггер у нас пошел дальше за Шторм Спиритом. Шторм поднимает себе ветра, Соник Вейп никуда, Феррари развалили. Такие одинокие фраги позволят команде Нью Биэм выйти на стандартные балансные позиции. Где-то в нолик можно уже скатиться. За одного Феррари 550 заработали Нью Биэма и тысячу по экспириенсу. Опять побежал Спиритбрейкер. На этот раз на Топлейн против Бёрнинга сражаться. Ой, не надо, наверное, в соло врываться на Бёрнинга. Еще и без маны Спиритбрейкер и в КД все скиллы. Бёрнинг испугался или просто поосторожничал. Подумал, что кто-то вместе со Спиритом здесь. Ну, вся команда Нью Биэм в это время в собственном лесу фармит. Давайте по коллективу IG пробежимся. У них все-таки было больше денег. Может, чтоб прикупили себе. У них было преимущество в 5000. Сейчас от него ничего вообще не осталось. Так вот, Леон у нас уже с Даггером. Есть Ранквил Буци. На Чи у... Так, Шторм Спирит в это время он и забрал Спиритбрейкера. Догулялся в итоге у нас Спирит. Фейт уже с Даггером. Есть Солринг Ранквил Буци. У Шторма Юл. Бладстоун для Феррари с шестью зарядами. Позор, позор. И... Ну и дальше по мелочи. 900 на руках у Фантом Лансера. 1500 после появления Яши. Диффуза уже есть для Бёрнинга. Драма Фендеранс. Все мы это видели. Кстати, Диффуза ни разу Бёрнинг не проюзал. Классные Диффуза. Лина. Бомжует, бомжует, бомжует. Всех остальных мы видели. Ну, по голде. Команда Нью Биэм на тысячу всего лишь отстает. По Экспириенсу тоже где-то тысяча в пользу команды Айджи. Но не будем забывать, что это все-таки игра динамики. И... Куда движутся графики, в какую сторону. Тот по факту и выигрывает в матче. Сейчас все направлено в сторону команды Нью Биэм. Потихонечку, конечно, замедляется. Это все не такое стремительное падение графиков. Но, тем не менее, тем не менее, Нью Биэм более-менее осмелели. Могут позволить себе пофайтиться даже на вражеской половине карты. Да и поврываться там где-то, в Спирит Брейкер. У Миракла появляется Манта Стайл. Где этот Манта Стайл на Фантом Лансере? Пока нет. Миракл-то у нас обгоняет Фантом Лансера на две тысячи по голде. Почти 14 для Миракла. И у Бернинга всего 12 тысяч. Вот вам он Баттл Фьюри. Баттл Фьюри, криты от Джаггера, скорость атаки... Ну, понятно, что Джаггер с БФом фармит очень просто. Райт-клик нажал, забыл вообще о том, что что-то надо делать. У Квапы появляется Блэкинг Бар. Шторм Спирит становится не таким полезным. У Шторма вообще главная цель, скорее всего, ловить Квапу. И контролить ее или Квапу, или Лину. Пока Шторм будет бить у нас Лину, Квапа займется Штормом. У Шторма БКБ нет, поэтому сбрасывать с себя Сайленс никак не получится. Не будем забывать, у Квинов Пейн есть Оркет. И он просто ждет момента, чтобы заткнуть рот Шторм Спириту. Айгис на Джаггере сам по себе пропадает. Файт не организовался. Фейт врывается у нас с Эхо Слема. Минус 2 моментально. Минус Керри, минус Медлейн. Ой, какие же Айджи жесткие. Я не знаю, как это комментировать, что вообще произошло. Просто Эхо Слем в двоих. А дальше брызги с обратной стороны на экран полетели от команды Нью БМ. Потом минус 2 делают сразу. После этого третий килл на Спирит Брейкере. 2000 по голде. 4800 по экспириенсу. Вот вам и графики, которые начали двигаться в сторону команды Нью БМ. Это все Фейт. И никто кроме него. Да, потом прилетел Шторм Спирит. Но это было все гораздо позже. Если бы замедленно посмотреть, что Фейт сотворил с даблой. Мейн Керри и Мидлейнер команды Нью БМ. То страшные вещи, в общем. Страшные. Врыв дальше у нас на колд снэпа. Кси без маны, но может позволить себе драться против Найт Сталкера. Феррари уже здесь. Finger of Death от Чи. И минус четвертый игрок за последние 30 секунд. Команда Айджи начала во всеоружии вообще разворачивать свои боевые действия. Переходят на половину карты команды Нью БМ. И что это было для Нью БМ, непонятно. Возможно, это было затишье перед бурей. Айджи немножко где-то подслились. Поднакопили деньжат. Поднакопили вообще терпение. И пошли в наступление. По золоту. Айджи выигрывают 4. По экспириенсу уже 6000 в пользу команды Invictus Gaming. 29-я минута у нас. Феррари. 3800 на руках. В Бладстоне уже 10 зарядов. Вместо 6 EU есть. То есть всего предостаточно. Можно, в принципе, Шторму приобретать. Ну, Оркед, скорее всего, было бы неплохо. Шторму. Например, например, а для против кого Оркед? Наверное, да. С Оркедом я немножко погорячился. БКБ есть у Квапы. Манта Стайл есть у Джаггера. Разве что Лине давать Сайленс. Но Лина и так умирает. Шторм Спирит ее не чувствует. 770 хп. Какая вообще Лина? Какие Оркеды? В Виндете у нас Никс Ассасин. Будет попытка, скорее всего, ворваться в Шторм Спирита. Феррари недалеко. Нет, Феррари улетает у нас на собственный... На собственный Секрет Шоп. Ну, можно лететь. Полетел Феррари на Шторм Спирита. Ой, на Спирит Брейкера, точнее. То ли заранее провязал на что-то Спирит Брейкер, скорее всего. И это, в принципе, спасло у нас Спирит Брейкера. Бернинг на ЛОХП. Джаггер ульта в Бернинга. Минус Бернинг, минус Фейт. Отомстили игроки команды Нью Биэм. Все это на пороге второго получаса случилось. По итогу файта Нью Биэм. Полторы тысячи по золоту, 4200 по экспириенсу. И можно давить. Миракл Омни Слэш провязал вообще без раздумий. С Фантом Лансером шутки очень плохи. Чем мощнее и быстрее будет дэмэдж, тем лучше для команды Нью Биэм. Если бы Пэйл там начал манцевать, то были бы проблемы действительно у Нью Биэм. Ну что, Джаггера ловят у нас. Джаггер с руки просто расковыривает. Ой-ой-ой, одного и второго Джаггер просто развалил вместе с Линой. Шторм Спирит сразу же байбэк на Миракла. Манта стайл. И быстрее бежать отсюда. Можно делать тэп-аут. Как можно быстрее надо делать тэп-аут. Спасает в итоге Спирит Брейкер своего... Спасает... Спирит Брейкер в итоге своего керри. Улетает у нас на базу Миракл. И это огромнейший плюс для команды Нью Биэм. Огромнейший. Спирит провязал Чарджу в Даркнесс. Я так понимаю, с единственной целью. Не дать провязать Вортекс Шторм Спириту. Чтобы не сбить ТП Миракла. По итогу файта. В минус уходит команда АйДжи. По золоту... По Экспе зарабатывает, правда, 1-4-8-8. Хоть какая-то радость для АйДжи. 3-5-6-0 для команды Нью Биэм по Экспе. Посмотрим графики. 5 тысяч золота преимущества АйДжи. И теперь по золоту в минус уходят Инвиктос Гейминг. По Экспе Риенсу тоже где-то 5 тысяч. Даже больше отыгрывает у нас команда Нью Биэм. Икси отдается еще на вражеском Секрет Шопе. Что он здесь забыл, я так и не понял. В Виндете был Никс Ассасин или нет, тоже стало неясно. Давайте прочекаем по гему, что тут у нас. Или по вардам, или как вообще, как убивают-то у нас. Здесь 2 даста есть. Вряд ли было 3 изначально, да, и КД на дастах нет. Лина тоже, я вижу, варды синие нигде не ставила. Гем больше нигде не вижу. Ну, значит, значит, не в Виндете был. Кси, значит, просто отбитый. На Рошана выходит команда Нью Биэм. Роха 2. Скорее всего, тоже для Джаггернаута. Больше пока что некого сейвить так сильно, как Джаггера. Квапай сама себя засейвить может все-таки 6 секундный здесь блинк и БКБ. Улететь в любой момент можно. А вот же у Джаггера дела немножко посложнее. Меркл тоже у нас с Блэкинг Баром 10 секундным. Дэмэджа у него 250 с руки практически. Скорость атаки большая, криты хорошие, иллюзии. В принципе, Джаггер ничего так смотрится. Вочные ставки против Пэйла. По-прежнему, я думаю, что он проиграет. Но давным-давно у нас файтов один в один не было. Продолжение файта. Джаггер у нас за Шторм Спиритом. Фейд пытается сделать ТП-аут. Фейд в итоге у нас уходит. Соник Вейв как поздно от квапы Соник Вейв. Чего ждал непонятно. 8GK. Феррари не должны отсюда отпускать. Сайленс по Феррари и Феррари денается. Почему Феррари не может себя обезопасить от Сайленса Квапы, я не понимаю. Тут одним яулом не вывести. Почему Феррари до сих пор бегает без Блэкинг Бара? Это огромнейший вопрос вообще ко всей команде IG. Неужели нельзя пнуть его где-то под столом и сказать... Феррари, собери БКБ. Нет, не собирает. В итоге БКБ и будет так и отдыхать дальше от Квинов Фейн. Это один раз, это был Бладстоун. Теперь Бладстоун у нас 300 секунд КД. Я не думаю, что в ближайшие 6 минут Папани не захочет у нас еще раз Оркит положить на Шторма и его развалить. Странно, вроде команда вообще, я даже не знаю, не высшего дивизиона, она и высшего. Прям самые серьезные ребята в ДОТе. Одни из. То есть топ-5, наверное, 100% в мире. И такие ошибки нелепые. Мне это видно, Феррари это не видно. Может быть, IG думали, что у них такое мощное преимущество, что Нью-Биэм в ответ им с вертухи ничего сделать не смогут. Теперь, я думаю, IG примерно понимают, что они проигрывать начинают. Одной из наиболее важных боевых единиц Феррари делают что хотят. Бернинга тоже. У нас уже неоднократно убивали 3 смерти на Фантом Лансере. Это все в последнее время. Это не на ранних этапах матча. Кси вообще здесь не боец. 2-4-11. Леон, понятное дело, если вгрызутся, сразу сожрут. Ну и Фейт 2-4-13. Тут половины команды IG от отрицательной КДА. Значит, умирают они абсолютно реально. И не проблема разваливать их дальше. Джаггер. 2-700 на руках для Миракла. На нижней лайн Т2, скорее всего, заберут. Сейвить его никто не сможет. Ни возможности, ни желания нет у команды IG. На топлейне последний внешний табор у команды Invictus Gaming. Неужели Ньюби развалят у нас IG? Это все вообще нашей верой в них. Под смоком с хайграунда спускаться. Врывается Шторм. Ой, не успел немножечко у нас Колд Снэп дать Сайленс. Наверное, вообще не ожидал, что Шторм у нас настолько оторванный и пойдет вниз. Ну что, готовы заходить? Есть... Ну... Ну, я говорю, готовы заходить. Ребята, развернитесь. Ночь закончилась. Все, заход отменяется. Немножко еще осталось до ночи реальной. Ну, надо разменивать Аегис. Через полторы минуты у Меркла не будет Аегис. Почему не организовать файт, пока что непонятно. Есть Блэкинг Бар, есть Омни Слэш. То есть, пили вообще команду IG до тех пор, пока IG может бить тебя руками. Ну, бей их и отъедайся. Снеси максимум ХП за счет Баттл Фьюри, за счет Манта Стайла того же. После этого поднимайся и... Включай БКБ, делай у меня Слэш. То есть, простая абсолютно схема. БКБ сбивать некому и нечем в составе команды IG. Никто вообще в БКБ не контролит у нас Джаггера. Никаких тебе... Ну, просто никого. Я даже не буду перечислять. Все знаете, кто там сквозь БКБ лупит. По-моему, минута осталась, скорее всего, до пропажи Аегиса. Команда Нью Би Эм поскромничала. 2500 по золоту они выигрывают. По экспириенсу, тысячу проигрывают. Проигрывают. У Шторма 1200 на руках. Шива с Гвард есть. Еул для Шторма есть. Шива очень сомнительная покупка в данном вообще файте. Кого, зачем, кому она необходима, непонятно. Шторм решил... Шторм какой-то мне, честно говоря, Феррари все больше напоминает какого-то хорошего пабовского Шторма. Много маны и все. И Фантом Лансер у нас разваливается. Где это случилось? Это случилось на топ-лейне. В это время на мид-лейн выходит у нас команда IG. Давайте, наверное, смотреть, как нас Пейла забрали. Так поинтереснее будет история. На Пейла выход на топ. Доппельгангер от Фантом Лансера. Увидели Бёрдинга. Соник Вейв в спину. Ну и что? И Лагуна Блейд от Лины. Все. Все ульты, правда, потратили. Но при этом Фантом Лансера забрали. 60 секунд еще не будет Пейла. И гляньте, сколько дают сейчас за Пейла. По чем он вообще? 1.480 по голде и 4.720 по экспириенсу за одного лансера. Дорого. Очень даже дорого. По экспинь, UBM. Наконец-то начинают выигрывать. По голде они как были впереди, так и остаются впереди. И готовы заходить на хэгграунд по мидлейну. Они проигрывают по фрагам, но по золоту и по экспей. Я думаю, понимают, что выигрывают. По артефактам тоже все великолепно. Есть уже Ultimate Warp. И Фейт опять врывается у нас на Миракла. Заканчивается. Эггис давным-давно разваливает у нас в итоге Фейта. Но теряет своего мейн керри. 8GK. БКБ провязал. На Феррари. Shadow Strike выйдет у нас Феррари. И в итоге Фейт заканчивается со счетом 1-1. Правда, потеряли Фейта. Это саппорт Шейкер. И потеряли мейн керри Джаггера. Игроки команды NewBM. Как можно было разменять Джаггера за просто так? Почему Black King Bar не провязал Джаггернаут? Понятия не имею. Да и знать вообще не хочу. И Квапа у нас еще умирает. И Квин оф Пейн забирает у нас Кси. Что за люди такие? Квапа решила подфармить. Подходит Кси. Виндетта. Удар. Подкоп. Маноберн. Удар с руки. И даггер аут. Все элементарно. Квин оф Пейн подфидела. Вон из команды. Иг смещается на вражескую половину карты. У Бернинга совсем чуть-чуть остается до появления Тараски. Есть Монто Стайл. Есть Диффуза. Один раз его из Алых Бернинг. Я не очень понимаю почему. В принципе файты это затяжные. Можно было кого-то и где-то подстопить. Но у Бернинга фокусят первым. Может быть именно поэтому. Бернинг вообще в панике пытается убежать. Не то чтобы провязать где-то Диффуза и бежать за кем-то. Бедняга Бернинг. Появляется уже Тараска для ПЛ. И как там Джаггер? У Джаггера в принципе деньги-то должны уже... Нет. Не хватает 300 копеек Джаггеру до Айов Скади. Не уверен, что Меркл будет покупать его пока не будет денег на байбэк. Все-таки здесь одна ошибка на данной стадии игры. После 40-й минуты. И эта ошибка может стоить в принципе всей игры команде. Поэтому думаю, что Джаггер не рискнет так сильно победой своей команды, чтобы просто был шанс вместе со Скади кого-то развалить. Но покупает себе при этом поинт-бустер, орпов вином. Ну и 2000 на руках остается. Это в принципе все на байбэк Джаггера. Не будешь же ты сейчас покупать Скади, покупает Меркл Скади. Байбэка у него не будет. Все или ничего решает команда НьюБМ? Посмотрим. Топлю все равно за них. Кто не оставляет деньги на байбэк, тот красавчик. Да, он конечно может слить катку и он будет лохом последним в составе своей команды. И полнейшим говнюком, который на дно затащил Тиму. Но если вывезут, то кто круче всех, конечно же Джаггер. Скади приобретает себе Джаггер. И это, в принципе, ну фактически такой вот мини-олын. Много времени команде IG вместе с Фантом Лансером, со Шторм Спиритом, с Шивой, конечно, но нормально нафармленным. Много времени не понадобится, чтобы снести 1-2 лайна. Под смоком команда НьюБМ. Здесь Чи под смоком. Увидели друг друга. Кси в Инвизе. Кси у нас в итоге в Сайвенсе. Развалили у нас Кси очень быстро. Пошел файт. Где Джаггер? Джаггер пошел летать по всем. Бернинг на фулл ХП. Джаггер заканчивая уже умный слэш. Джаггер в итоге впиливается у нас Феррари. Ловит кекс. Джаггернаут. Миракл развалили. Минус 4 игрока команды НьюБМ. Что это значит? Это значит, что команда НьюБМиракл может надавать подсрачников Джаггернауту вообще до второй карты. Все время, которое будет на перерыв команда, можно просто пилить постоянно Миракла и менять название. Не на НьюБМиракл, а на НьюБМ плохие решения. Ну, не пошло, в принципе. Не пошло. Понятное дело, что здесь как-то на удачу понадеялся Джаггер. Вроде и файт неплохой. Вот, а вроде фейл вообще дичайший. Мидлейн сыпется. Я думаю, что смело идти на Т4, потому что здесь Т2 стоит. Здесь Т2 стоит. Правда, здесь Т2 сейчас будет падать. Уже отправился сюда к Си. Наверное, вниз сместятся в итоге игроки команды АйДжи. Ситуация к тому располагает. Где у нас Бёрнинг? Бёрнинг идёт на секрет шоп. Что? Что такое вообще? Что за позор? Не пошли дальше игроки команды АйДжи. Им не нравятся игры, которые идут меньше 50 минут. Это не их стиль. И АйДжи дают второй шанс команде Нью-Би-М. Хорошо. Тем интереснее. Продолжение файта от команды АйДжи. Врыв пошёл под хайграунд. В принципе, пока что не адски. Все надамажены. Лина у нас отправляется в таверну. Первая, но она самая архитичная. В составе команды Нью-Би-М. Спирит Брейкер на лоу-ХП. Фантом Лансер с огромным количеством копий разваливает у нас Спирит Брейкера. Кси на лоу-ХП, но отсюда уже должен уходить. Да, Кси у нас по кустам. Виндети. Ну и дальше за Миреклам. Минус 3 уже делает команда АйДжи. Кси уже здесь на лоу-ХП, но это не проблема для Кси. Подкоп дал и всё. И дальше минус Джаггер, и дальше минус 4 игрока команды Нью-Би-М. В итоге Нью-Би-М доигрались. Может быть, этот байбэк особенно Джаггеру и не нужен был. То есть, показала нам команда АйДжи, что можно давать второй шанс команде Нью-Би-М. Они тоже его не реализуют. В итоге. В итоге. Джаггернаут проиграл Фантом Лансеру, да и вся команда проиграла ПЛ. 10-4 заканчивает у нас Бёрнинг. Миракл закончил со счётом 5-5-5. Что вообще, какой консенсус данного матча? Фантом Лансер очень сильный герой. Всё. У меня на данный момент всё. Ну что, услышимся через 2-3 минуты. Напомню, докатка в формате Best of 2, поэтому ждём второй матч. Впереди будет ещё один Best of 2 от АйДжи. Вот, но об этом немного позже скажу. Пока что не забывайте нажимать follow на нашем Твиче. Никаких денег за это мы не требуем. И, конечно же, заходите в группу ВКонтакте и на наш канал YouTube. Там вся инфа касательно будущих стримов. Там все воды прошедших стримов. Напомню ещё раз, это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Услышимся через 2-3 минуты. Субтитры подогнал «Симон»